Коля, хороший мой, не знаю как начать, я не дождалась тебя, я выхожу замуж. Только не презирай меня, я сама себя. Все получилось как-то глупо, совершенно нелепо. Мы справляли Новый год у Ритки, но помнишь, моя однокурсница, я сильно скучала по тебе. И хотела отвлечься. Я много танцевала, за мной все ухаживали. Но потом я произнесла тост за тебя и не отстали. Потом один парень, он пошел меня провожать. Мороз был сильный, мы промерзли до костей. У него зубы даже стучали. Я его пожалела, пригласила домой согреться. А дети уехали на дачу. Я была одна. Я совсем не хотела этого. Я не хотела этого, Коля. Я сама не понимаю, как это получилось. Но ты все понимаешь, Коля. Потом я заплакала, выгнала его. Он стал звонить, говорил, что давно любит, хочет жениться. Но я сказала, что люблю тебя и буду тебя ждать. А потом, потом оказалось, что я беременна. А порт было уже делать нельзя. Потом, когда он позвонил еще раз, я сказала, что согласна. Скоро я рожу. Если будет мальчик, я зову его Колей. Как давно? Его отсюда ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Катя! Позови мне Клюева, пожалуйста. Хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вызывали, доктор. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как ты думаешь, почему не раскрылся парашют? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Потому что я этого не хотел. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, что дальше будем делать? Жить? Как? Вот этого я еще не придумал. Но то, что жить, это точно? Точно. Когда падал, страшно было? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет, я был обижен. А сейчас? А сейчас нет. Случилось так, как должно было случиться. Почему ты пошел в армию? У тебя же была отсрочка до окончания института. Я ее хотел испытать. Я думал, если дождется, значит, на всю жизнь. Испытывать женщину подло. Женщина не трактор. Ты так не считаешь? Не знаю, может, и подло. Но ты не жалеешь. Я никогда ни о чем не жалею. Значит, если бы можно было вернуться на год назад? Вернуться назад нельзя. Но если бы можно было. Мы живем не в романе Стругацких. Как ты думаешь, ты будешь когда-нибудь счастлив? Я обязательно буду счастлив. Я настойчив. Если захочу, счастья добьюсь. Горько! 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 Два, пять, пять, шесть, семь, восемь! Горько! 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 Ты что такой умрачен в моей свадьбе? Скажи что-нибудь. А то я обижусь. Хорошо, Саша. Я скажу. Это Кольчика Клюев. Они с Сашей друзья с первого класса. Да, Мария Антоновна. Мы дружим с Сашей с первого класса. И поэтому я решил сказать. Мы все здесь собрались. Взрослые люди. Многие прожили жизни, наверное, набрались достаточно опыта. И сегодня, когда дорогие, близкие нам люди, Саша и Света, делают важнейший шаг в своей жизни, мы не можем не видеть, что подход их к созданию семьи, мягко говоря, несерьезен. Поэтому, Саша, когда через три месяца ты закончишь институт и уйдешь служить в армии, ты уверен? Я уверен, что Света тебя дождется. А ты, Света, ты можешь быть уверена, что Саша будет хорошим отцом твоим детям? Его невеста не дождалась из армии. Да, меня не дождалась невеста. И именно тогда я понял, что жизнь не прогулка. Ее нужно строить. К ней нужно готовиться. И только тогда человек имеет право на счастье. Вы не правы! Я считаю, что сегодня мы обязаны предупредить Александра и Светлану. А радоваться и умиляться мы будем на серебряной свадьбе. Если она, конечно... Извини, Саша. Извини, Саша. Извини, Саша. КОНЕЦ 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 Эй, ты охотник? Откуда ружье? Дядина. Пипа. Значит, дядя охотник? А зачем ему ружье? Он профессиональный убийца. Ну, правда? Собирается. На охоту на уток лет 15 уже. Это ты? Ну, открой глаза. Ты десантник? А где служил? У тебя на бороде. Что-то не припомнил. Пока. Слушай, Тань, а может, у нас с тобой семья получится? То, что ты гулящая, так это ничего, это наносное. Человек-то хороший, я тоже. Может, поженимся? Если ты согласна, можем прямо сегодня. Извини, Коль, но сегодня я никак не смогу. Я уже троим пообещала, а мое слово железное. Чао. Салют. Здрасьте. Здрасьте. Разрешите. Спасибо. Сижу на нарах, как король на именинах, Курю махорку, как сигары высший сорт, Гляжу на прошлое с улыбкой пошлою, Я навсегда сыграл свой жизненный аккорд. Впечатляет. Класс. Послушай, ты чего ко мне водишь? У тебя же своя хата есть. Если надо, води туда. Туда, Женя. Только жену. Только жену. Зря ты ешь сухомятку. Язва будет. Налил бы супа. Суп, изобретение буржуазии. А я, душа моя, докренность, антибуржуазин. Вот колбаса. Колбаса, это другое дело. Колбаса, это еда артиста. Я все время тороплюсь. Суп долго стынет. Чего ты ко мне пристал? Жена моя, мечта моя, Ты самая любимая. Значит, только жену. А чего ж ты тогда не женишься, Коль тебе так хочется? Ну, я ж не могу жениться на первой встречной. Ну, если будешь долго выбирать, Вообще никогда не женишься. А жить надо страстями. Семьи сразу или одной? Одну, но пламенную страсть. Это кто как умеет. Только не расчетом. Нет, Женя, только расчетом. А, извини, забыл. У тебя же есть идеал. Хочешь, опишу? Нет, не надо, я сам. Так, значит, молодая, Со светлыми волосами, Уживчивым характером, Который ты сможешь доверять Свои самые сокровенные мысли и чувства, Которое никогда не будет тебя обманывать И, упаси Бог, смеяться над тобой. Ну, Спортивную фигуру Ты отвергаешь. Неудобно для родов, я понимаю. А женщина должна родить тебе детей, Воспитать их, Хранить домашний очаг, А потом, Когда придет время, Воспитывать внуков, Воспитывать внуков, И готовиться к жизни в раю, Куда вы пойдете рука об руку, И вас проводят Трое сыновей И девять внуков. У тебя не больно-то получилось. В наше время мало рожали. А, и это от легкомыслия. Ну, вот скосила бы меня Детская инфекция или несчастный случай. М? И остался бы ты один на старости лет. А цвет ее волос мне безразличен. Как и тип фигур. Обмануть меня невозможно. Смешного во мне может быть и много. Но от смешного до великого Один шаг. В загробную жизнь я не верю. М? Ладно. Да, ты куда уходишь? Да куда мне идти? У меня выходной. Ну, тогда дай ключи от своей квартиры. Я там рядом буду. Зайду с приятелями. Подмети потом. Твои приятели туфли не снимают. Ладно, подмету. Утро красит нежным светом Стены древнего Кремля. Боже мой, Клюев, Что ты мелешь? Что ты несешь? Я не знаю, что должна сказать. Коля, я не знаю. Дать тебе пощечину? Ой, Господи, конечно же, нет. Извини. Коля, я верю в твою искренность. Я верю в твою мечту о счастье. Ну, Фу ты, черт. Я не могу тебя оттолкнуть. Ты мой ученик. В тебе мой труд. Часть моей души. И в том, что ты такой искренний, В этом есть и моя заслуга. Но ты пойми. Коля, ты должен меня понять. Я не ханжа. И в жизни всякое бывает. Но мне вчера исполнилось 38. А тебе? Ты мог бы быть мне сыном. Или младшим братом. Хорошим другом я могла бы быть для тебя. Но если это шутка, Если это и издевательство, то... Елена Павловна, Ваш возраст не имеет значения. Это только плюс. Чем человек старше, тем он надежнее. Я вас всегда уважал как женщин. У меня никогда не было оснований сомневаться о вашей порядочности. А иметь детей вы можете. Я был у врача. То, что вы будете хорошей матерью, я не сомневаюсь. Что касается разницы в возрасте, Уже сейчас женщины живут на 8, 10 лет дольше мужчин. А к концу века разрыв увеличится. Дурак. Что? Коля, к чему все эти серьезности? Ну, что ты как старичок? Почему старичок? Почему обязательно замуж? Ведь 20 век. Поздравляю. С чем? С 38-летием. Желаю здоровья и успехов в легкой жизни. КОНЕЦ 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 Держи! Эй, держи! Курок, как вы слышите прием? Курок, как вы слышите прием? Бегу! Пусти! Нельзя! Пусти! Там Надька спит! Где ты? Там Надька! Этаж! Второй! Комната! По коридору налево! Так... Комната! 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 Куда вы? Куда лежите? Что, угорело? Да нет, слава Богу. Кстати, ты ее дважды спас. Какой-то дрянь наглоталась. Явное отравление. Позор! Позор давай! Сворачивай! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Жень, отойди на минутку, а? Че тебе золотая рука? Помоги галстук завязать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Денечка! Да ведь уже, кажется, были замужем. Аж два раза. Стало быть, галстук имеете завязывать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ох ты, Боже мой! Здравствуйте! А, это вы? Да. Спасибо. Вы ничего не хотите мне сказать? Здравствуйте. А еще? Какое лето? Цветы? Надя, я сделал вам предложение. Простите, я совсем забыла. Вы что, серьезно? Конечно. Ваше предложение, говорю, убого. Да вообще огонь охота. Поехали. Мушечна. 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 Дядя у нас, значит, шелунишка. Ну, заходит иногда с друзьями. Друзьями. Ну, конечно, с друзьями. И много у дяди друзей-то? Не знаю, не интересовался. А ты поинтересуйся. Спроси как-нибудь. Кстати, как дядя зовут? Женя. Женя. А что смешного-то? Я, что ли? Имя смешное. Женя. Не то мужское, не то женское. Есть хочу. Слушай, а дядя давно в последний раз ключи брал? Дня три назад. Сволочь. Что? Ничего. Пошли на кухню. О, ты купил или дядя? Я. Запасливый. Кефир, безе. Великий французский композитор. Больших успехов на этом новом, очень трудном поприще впереди отборочный матч чемпионата мира 1994 года, где дебютирует сборная России. Ну, и так держать, как вы держали в команде ЦСКА. Всех вам благ. Спасибо. Спасибо. Я отца помню только пьяным. Придет вечером домой, сядет на стул и давай на маму орать. Сними ботинки, тапки. Давай. И ругает, материт ее. А как она подойдет, обязательно ударит. Мне маму жалко, плакать хочется, а нельзя, потому что хуже будет. Я когда выросла, он меня стал бить. После школы от него, далеко убежала. Он маму чуть не убил, когда узнал. Он на нее адрес мой просил, а она не сказала. Я ее уже три года не видела. Мне домой их нельзя. А он ко мне ее не пускает. Хоть бы умер поскорей. А здесь я маляром на стройку устроилась. Жизнь стала нормальна, по ночам спать. Хотя здесь тоже не все просто было. Я не разобралась, что к чему, кто чего стоит. Сначала один парень был. Я думала, он серьезно слова такие говорил. А он бросил. Потом другой. Я пошла гулять. Пока не появился человек, которого я полюбила. Но, видно, я родилась не для счастья. Потому что и он меня бросил. Девчонки на работу пошли. А я не пошла. Я снотворного наглоталась и легла. Хорошо, что хоть кто-то чайник забыл выключить. И пожар начался. И ты меня спас. Спасибо тебе. А я чувствовал, что там ты. Не просто человек какой-то, а ты. Моя судьба. Я горы тогда мог свернуть. Я двери железные, которые автогеном вырезают, мог плечом выбить. И вот ты со мной. Надя. На всю жизнь. Семечек хочется. Я когда маленькая была, мне мама говорила, что дети родятся и семечек. И я ела все время семечки. Надя. Давай ребенка сделаем. Ну что нам стоит? Дело-то плевое. Сегодня. Что сегодня? Сегодня давай ребенка сделаем. Не получится. Почему? Физиологически невозможно. Почему так медленно ешь? Ешь быстрее. Боюсь подавиться. Ладно. Пока ты ешь, я тебе погадаю. Я в гадания не верю. Не верь. Кто тебя заставляет? Надь, сколько тебе лет? Женщина об этом не спрашивает. Но я же должен знать. Зачем? Я буду для тебя загадкой. Ой, смотри. Ты скоро влюбишься. Но ты знаешь, неудачно. Она от тебя уйдет другому. А я ничего не хочу от тебя скрывать. Хочу, чтобы ты все про меня знала. Тогда зачитай автобиографию. Я серьезно? Это будет прекрасная женщина. Ты знаешь, когда женщина бывает прекрасна? Женщина, Коля, бывает прекрасна в двух случаях. На луже любви и на смертном отре. И ты ужасный человек. Увидишь ее в обоих случаях. Ой, ты убьешь ее. В мести. Бедный Коля. Тебя посадят. Твоя жизнь кончится так несчастливо. Мне тебя очень жаль. Доел? Ну, наконец-то. У любви нет, как у пташки крылья. Надь. Надо будет новые обои поклеить. Новые обои – новая жизнь. Ты умеешь? Умею, но не буду. Умеет занятие вот тут уже. Что, часто обои меняешь? Угу. Каждый день. Кроме субботы и воскресенья. Кстати, завтра воскресенье. Как веселиться будем? Никак. Я дежурю. Подменись. Не получится. Ну, ты не расстраивайся. У нас за сорок восемь лет еще столько воскресеньей будет. Почему за сорок восемь? Я посчитал. С учетом увеличения среднего срока жизни. А если повезет еще – золотую свадьбу. Справим. Шично. Знаешь, Куля, я ошиблась. Тебя не посадят. Тебя признают невменяемым. Сайзер, быстрее! Кляк! Медлери. Кляк! 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 Вдурел, что ли? Тяжело дышишь, моя ненаработка. Вдурел, что ли? Вдурел, что ли? Это муж. Понятно, значит. Ну, поздравляю с законным браком, ТЧК. Желаю здоровья за ПТ и счастья в личной жизни, ТЧК. Аликс, друг. Созвонимся. Муж, пока. Пепси хочешь? Кто это? Он же представился. Друг. Аликс. Хороший парень. Правда, я похожа на Кармен. У тебя с ним любовь? С Аликсом. Ты что, с ума сошел? Мы с ним встречаемся иногда. С ним легко и просто. Вот и все. Ну, как жить будем? Так живем? А что? Так жить нельзя. Так жить нельзя. Если хочешь так жить, лучше уходи. Угу. Пойду, пожалуй. Через часок. Чего ты хочешь? Я хочу понять, что ты любишь. Я не знаю, как все. Все любят разное. Меня ты любишь. Ты же муж. Мужей не любит. Подруг любишь? С тобой ты веселее, чем в общаге. Я одна не могу, Коль. Я скучаю. Одна ты скучаешь. Меня ты не любишь. Чего ты хочешь? Чего ты хочешь? Я того же хочу, чего всякой женщине. Черт. Продуло. В машине, наверное. Такси всегда продувают. В пожарной машине. На пожар ездил. Да. Опять кого-нибудь спас? Спас мальчонку маленького. Жаль. С него ничего не поимеешь. Не понял. А ты, если девушку спасаешь, всегда плату берешь. Я не знаю, ты это говоришь со злостью или на самом деле так думаешь. Послушай, я тебе расскажу свой план жизни, а ты решай, будешь со мной жить или нет. Случай не должен командовать людьми. Мы обязаны ставить перед собой цели и выполнять их. Мы переселяемся в деревню. Прошлое тысячелетие – это переход людей из деревни в города. Будущее – это переход обратно. Мы все это сделаем запланированно, организовано заранее. Мы построим дом из бетона. Дерево подвержено гниению. Камень точит вода. К 2000 году у нас будет трое детей. Старшему будет семь. Младшему – три. Дочери – пять. Разница в возрасте оптимальная. Кстати, рождение девочек-мальчиков можно планировать. В Европе уже ведутся успешные эксперименты. Как и большинство детей Европы, наши дети будут шатенами. Гендоминантные. Шичина. Да. 2000 год – год медведя. И в новогоднюю ночь я наряжусь медведем. Ты медведицы, дети, медвежатами. И мы войдем в Новый год счастливыми, уверенными в завтрашнем дне. И ничто не свернет нас с нашего пути. А теперь решай, идешь со мной или нет. Я не могу так сразу. Поживем, увидим. Что ж подумай. Только я не могу долго ждать. Субтитры создавал DimaTorzok Тоска. Умирать не хочется. Ты болен был у врача? Если я заболею, к врачам обращаться не стал. Я ведь вроде и не жил. Так, видимость одна. Кружусь, бегаю, любовниц меняю. Мне ведь 50, Коля. А я этого не чувствую. Ну, вроде как в 30 и в 40. И не нашел ничего. Ни жены, ни детей. Даже болезни не прибавилось. Хм? Как полуфабрикат замороженный. Лежу в холодильнике, готовенький, свежий. Ну, готовый к употреблению. Приди ты, хозяйка, возьми ты меня сейчас. Брось на сковородку. Я зашиплю. Я же сок пущу. А меня все не употребляют. А нечего ждать. Это дело бессмысленное. Никто к тебе не придет и тебя на сковородку не бросит. Сам должен искать свою сковородку. Человек кузнец своего счастья. Я рожден для него, как птица для полета. Это я уже слышал. Человек, Коля, конечно, звучит гордо. Но не тогда, когда человеку пятьдесят, а у него ничего нет. И главное, ничего не нужно. А единственное, что было нужно, вовремя не понял. Ты не поверишь, Коля. Мне впервые в жизни стал не хватать женщины после расставания. Всегда забывал, на второй день забывал. А тут не могу. Она исчезла. И никаких следов. Нашел бы, женился, ей бог. Еще детей бы успел завести, вырастить. Другим бы человеком стал, клянусь. Но не могу найти ни адреса, ни телефона, нигде работать. Не интересовался старый дурак. А я сегодня ночью просыпаюсь. Чувствую сердце. Испугался, думаю, мать честная старость. А потом... Потом понял. Любовь. Вот так-то, друг мой. Я очень и очень болен. А ты говоришь, куй. Жизнь обошла меня, Коля. С чего начинал? Артист? Сцена? А к чему пришел? Администратор кукольного театра. Что на могильной плите напишут? Ох, непросто тебе будет эпитафи мне сочинять. Ох, непросто. Ну, это ты зря. Вполне нормальная профессия. Детишек тоже нужно воспитывать. Да. Сколько я себя помню, мы с тобой всю жизнь воюем. Давай больше не будем, Жень. Мир? Мир, труд мой. Русские с китайцем, братья навек. Я тебе поселю, переночуешь у меня. Угу. Русские с китайцем, братья навек. Извини, Коля. Русские с китайцем, братья навек. 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 Продолжение следует... Доброе утро. Доброе утро. Я страховой агент. Вы еще не застрахованы? Проходите. А от чего вы страхуете? От многого. Например, от потери трудоспособности в результате несчастных случаев. Прошу. Автокатастрофы, горные обвалы, всякие другие. А от ожогов? И ожоги. Еще можно застраховать отдельное имущество. Дачу, машину, квартиру. Застраховаться практически можно от всего. А от неудач в семейной жизни? Нет, от этого нельзя. А как по-вашему, я могу вызвать желание создать со мной семью? Да, а почему же нет? Дачу особенно имеет смысл страховать, если деревянная. Да у меня никакой. А вы согласились бы создать со мной семью? Я подумаю. Вы будете страховаться? Да, от ожогов. Квартиру тоже застрахуете, вдруг сгорит. Это будет смешно. Я пожарник. Имущество будете страховать? Я подумаю. Так как насчет семьи? Вот вам телефон. Вы подумайте и позвоните во вторник в 17.30. А если я до вторника не решу? Все равно позвоните. Может быть, я решу. Всего доброго. Меня зовут Маня. Николай. Давай следующий. Там были еще однотонные, но ты же больше любишь цветочек. Ну что ты, Коль? Это же другой рисунок. Это для коридора. КОНЕЦ Ну что, пошли, Коля? Развод закончился. Что сидишь-то? Да. Там мне надо отчет писать. Завтра напишешь. Не горит ведь? Не, я останусь. Ну, как знаешь. КОНЕЦ КОНЕЦ Ты уже выпил сок? КОНЕЦ Молодец. Рекомендуется выпивать минимум два стакана в день. Витамин. Твой любимый суп. Ты не снял сапоги, а я вымыла пол. Извини. Сиди, сиди, сиди. Я сама все уберу. КОНЕЦ Кто с кем? ЦСКА Динамо. Ты за кого? Я не люблю футбол. А у меня для тебя сюрприз. Закрой глаза. Откуда это? Я тебе не говорила. У меня есть бабушка в деревне. И она согласна передать нам дом. Там нужен небольшой ремонт. Может быть, поедем в воскресенье? Ну, хорошо. Евгений Александрович. Да. А жена его? Невеста. Ну да, невеста Надежда. Как ее по отчеству. Зачем тебе? Она твоего возраста. Ну, как же неудобно. Она же все-таки тетя. То знай тихонько и скажи мне. Слушай, Мань. Давай не войдем. Что ты, Коля? Почему? Да что-то не хочется. Я не понимаю. Видеть мне его не хочется. Как же так, Коля? Ведь он твой дядя, ближайший родственник. Мы должны с ними встречаться хотя бы раз в месяц. Я никому ничего не должен. Заходи, поехали. О-о-о. Это, кажется, моя новая племянница. Маня. Женя. Очень приятно. Очень рад. Это вам. Коля говорил, вы очень любите сладкое. Да вы перепутали, Марусенька. Коль, наверное, говорил, что я люблю сладкую жизнь. Да, Коля? Конфеты тоже люблю. Надо же. Вышел с мусором. Вернулся с конфетами. Боже. И цветы. Нет, нет. Это для надежды... Понимаю. Угу. Прошу. Надин. Надин. Не забудь спросить, ее отчество. Видишь, как неудобно получилось. Привет. Коля, а даже тете цветы. Спасибо. Как у вас, хорошо? А вы все-таки разденетесь. Станет еще лучше. А может, чего-нибудь... Покрепче, а? Спасибо. Я не пью вечером кофе. Если только Коля... Не, я не хочу. А когда у вас свадьба? Через 10 дней. Вот как раз чувство проверяем. А у вас? Мы еще не успели подать. На следующей неделе пойдем. Какое у вас варенье вкусное? Шичное. Еще чай? Спасибо, больше не хочу. А тебе? Нет, спасибо. Ну, тогда я посуду унесу. Я вам помогу. Ага. Ну, как у тебя дела на работе? Все нормально. Да, у меня тоже все нормально. Надежда Насыровна, а сколько лет Евгению Александровичу? 45 или 48. В общем, до пяти лет. Он замечательно сохранился. Подожди. Ты как меня назвала? Насыровна? А что, неправильно? Тебе Женя сказал. Ты ему не верь. Он и наш шутник и шалун. А как правильно? А зачем тебе мое отчество? Мы же тобой почти ровесницы. И вообще, перестань выехать. Мы же не на собрании. Ну, как же? Все-таки тетя. Здравствуйте. Я ваша тетя. Ну, ладно. Так даже интереснее. Ну, рассказывай. А что рассказывать? Ну, как что? Как жить думаешь? Об этом Коля лучше рассказывает. А у тебя своего языка нет? Ну, почему же нет? Есть. Ну, так давай, рассказывай. Я тебя слушаю. Хотя нет. Покажи язык. Вполне качественный язык. Рассказывать можешь. Я тебя слушаю. Я даже не знаю, с чего начать. Начинаю сначала. Детей сколько будет? Трое. Шатены? Да, гендоминантные. Жить где будете? В деревне, в своем доме. Из бетона? Да, деревянные они... Горят. А каменные? Вода точит. Так, молодец. Все правильно. Еще что-нибудь добавить хочешь? Да. Новый год двухтысячный. Будет год медведя. Молодец. Хотя на самом деле дракона. И мы все оденем медвежьей шкуры. Все. Коля, я и дети. И встретим Новый год счастливые и уверенные в завтра. А скучно не будет? Нет, это ужасно весело. Да? Ну, может быть. Теперь следующий вопрос. А себе что-нибудь расскажи. Да что рассказывать? Закончила школу. Работаю. Любила когда-нибудь. Колю люблю. Он мой муж. Объелся груш. Что? Груш хочу. Ты груши любишь? Очень люблю. Не ешь никогда много. От них запор бывает. Не ешь никогда. Нет. Как ничсти я без границ. Что? ДИНАМИ vors Gingerур. Коля, а когда будем ребёнка делать? Не будем мы ребёнка делать. Я тебя не люблю. Шеф, отвези. Извини, Маня. Расцветали яблони и груши. Поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша. На высокий берег, на крутой. Катюша. Катюша. Это шестнадцатый калибр? Других нету. Держите! Держите его! Держите его! Чё случилось-то? Да чё ты вот на это воду? Без молока остался. Катюша. 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 Ну-ка, мальчики. Быстро прошли в ванную и закрылись. Живо-живо. Ну? Катюша. 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 Алло, Москва? Это Сочи вызывает. Как погода? Да я, Зиночка, я. Как поживаешь? Где я пропадал? Ну, где я только не пропадал. Я без тебя совсем пропал. Ты сейчас приехать не можешь? Да, да, да. А где Верочка? Вот тут племянник мой жаждет с ней познакомиться. Ждем, солнышко. Ждем. Да брось ты, Коля. Забудь. Сейчас девочки приедут, развлечемся. Да. Нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА